А спонсор сегодняшнего видео — сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Priya. Давненько мы с вами не общались, да и к тому же много нового всего произошло. Я вот Маунта США, например, дропнул, всего-то ушло 75 попыток, а это, между прочим, мало. Новшество, о котором мы сегодня поговорим, это обновление 9.25. Оказывается, оно выходит 1 июня. Многие люди думали, что оно выйдет, например, при старте четвертого сезона, или за несколько недель до старта четвертого сезона, или там вообще в середине лета. Но нет, Blizzard удивили абсолютно всех, и обновление 9.25 выходит 1 июня. Четвертый сезон выйдет там позже летом. Окей, хорошо. Быть может, это будет июль, август, компания Blizzard сказала о том, что это будет еще сказано заранее, и игроки успеют абсолютно все-все-все сделать. Окей, Blizzard, мы поверим вам, так уж и быть. Что ждет нас нового обновления 9.25? Самая главная фишка это межфракционные рейды и межфракционное взаимодействие. Таким образом можно будет межфракционно посещать рейдики и подземелья. По этому поводу изменится достижение за 0.1% Рио в системе М+. Окей, ладно. Также немножко пошатнется зал славы, и теперь гильдиям Альянса не нужно его крыть, ради того, чтобы открыть кросс-серверные рейды. Начиная с 1 июня, все гильдии абсолютно, все игроки, все рандомы, кросс-серверно и к тому же межфракционно могут джойниться в гробницу предвечных и келять тюремщика в мифике. Ну, когда-нибудь дойдет это до такого. Окей, хорошо. Что далее? Конечно поменяется еще там некоторое достижение, связанное с Таргастом, поменяется уровень известности чуть-чуть, то что его можно будет быстрее прокачивать. Ну и само собой межфракционные рейды это плюс для Альянса, потому что у Альянса конкретный прям недобор по игрокам. Допустим, рейды на Сильвану, мои любимые, которые мы пытаемся собрать еженедельно. Что получается на текущий момент, а на текущий момент просто нету бойцов дальнего боя с целью того, чтобы нормально отыграть первую фазу. По этой причине мы не можем собраться. В описании к этому видосику будет ссылка на дискорд, куда вы можете заджойниться, и в особом канале SG будет абсолютно вся информация прописана касательно рейдов в Святилище Господства. Почитайте, поинтересуйтесь, если вам хочется полутать маунта, если вам хочется полутать кинжалики, тринкеты, луки, будучи охотниками. Дерзайте, почему бы и нет. Я буду рад ордынцам, которые реально хотят ходить и которые реально хотят лутать маунта. Поговорим, все обсудим в личном диалоге, и я думаю, все останутся довольны после этих рейдов, и рейды наконец-то будут собираться. Что еще можно сказать касательно обновления 9.2.5? Там будет новая мета-ачивка, связанная с утробой, и связанная с вообще всем-всем-всем контентом Зерит Мортиса. Сделаю в дальнейшем отдельные видосики по этим ачивам, объясню, как их быстро делать, потому что ачивы в целом-то легкие. Звания прикольные, и я думаю, будет много желающих поделать эти ачивы. Вот как-то так, что ж. Начинаем играть в игру. 1 июня, обновление 9.2.5, межфракционные рейды, новые достижения, много новшеств. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok